Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу вам о новом слухе, который связан с консолью Xbox One. Недавно по сети разгляделась весьма интересная информация, которая намекает нам о том, что Microsoft хочет реализовать некий эмулятор, который позволит запускать все игры Xbox One на Windows 10. Все началось с того, что в новой инсайдерской сборке Windows 10, которая сейчас дается только лишь инсайдерам, далась возможность поиграть в полную версию State of Decay, которая, самое интересное, загружалась с сервера XboxLive.com, а не с сервера Microsoft, с помощью которого запускаются все игры Playing Anywhere. Также в этой сборке нашли файлы, которые используются на консоли Xbox. Один из ресурсов, исходя из всего этого, выдвинул очень интересную теорию о том, что это все сделано для того, чтобы в будущем на Windows 10 можно было запускать абсолютно все игры Xbox One и даже игры от Xbox 360. И у меня один вопрос. Блять, что в последнее время вообще происходит? Ну ладно, это конечно же шутка, я ни капли не бомблю, но мне интересна вся эта тема. Для чего и почему они хотят это реализовать? Опять же, каких-то официальных заявлений не было, лишь догадки неких ресурсов, но так или иначе это нужно держать на слуху, так как это все может оказаться правдой. Если же ПК действительно сможет запускать абсолютно все игры от Xbox One и Xbox 360, то я как минимум офигею. Интересно в этом одно. Нужно ли будет иметь топовое железо? Или это будет как-то работать через облачные сервера? И если в целом взглянуть на идею, то она какая-то странная. Запустил ПК и играю во все, что хочешь. Но если не нужно будет топовое железо, то нахрена тогда Xbox? Действительно ведь странно. В общем, правда или нет, увидим в будущем. Но если честно, я немного офигеваю от того, что сервисы и игры Xbox просто разрывают на части в разные устройства. То на Switch игры хотят перенести, то теперь и на ПК. Для обладателей других платформ это круто. Ведь это больше сервисов, это больше игр. Но вот для обладателей Xbox это как-то фиолетово. И вообще за Xbox One я в последнее время очень переживаю и не понимаю, почему его так обделяют. Но об этом мы поговорим в будущих видео. На этом у меня все. Если понравилось видео, то с вами палец вверх, подписка на канал. Напишите обязательно свое мнение о том, как вы относитесь к этой ситуации и какие мысли у вас на этот счет. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.